Если вы любитель готики и любите время от времени прогуливаться недалеко от монастыря Святой Бергиты, то ближайшие несколько дней это место будет точно не для вас. Хорошее настроение, огоньки, яркие улыбки, вкусности и все великолепие. Именно эти термины будут здесь главенствовать до 19 декабря включительно. Как и в прошлом году, в руинах монастыря Перита с сегодняшнего дня начал свою работу Рождественский городок. Хочется отметить, что испытываешь интересные ощущения, когда видишь слияние грозной готики развалин монастыря с яркими красками, белыми шатрами, праздничным настроением и наступающим Рождеством и Новым Годом. Инициатива проводить такие ярмарки в монастыре Святой Бергиты появилась еще в прошлом году, так что можно сказать, что это довольно смелое и оригинальное начинание. Каждая рождественская ярмарка всегда отличается от других. В этом году у нас представлено больше товаров. Дед Мороз немного другой, исполнители тоже новые, некоторые из них известны, другие чуть менее. Танцевальные группы и школы детских садов. Так что начиная с сегодняшнего дня и до воскресенья, всех пришедших ждет интересная программа, мероприятие, вход на которое бесплатный. В палатках можно будет купить рождественские подарки и подкрепиться. В одном из домиков ребятишек будет ждать Дед Мороз, а еще в одном дети смогут порезвиться в соломе, написать письмо сами знаете кому и положить его в почтовый ящик. Время работы городка также рассчитано таким образом, чтобы люди смогли бы найти наиболее приемлемую для себя возможность его посетить. В пятницу рынок будет открыт с 14 до 20 часов. В субботу у нас в планах сделать так называемый ночной рынок, поэтому он откроется пораньше в 12 часов и будет работать до 10 вечера. И в воскресенье рождественский городок будет открыт с 12 до 20 часов. Новости Таллина. Дед Мороз